Всем привет большой! Рада сообщить вам, что у нас впереди всего два последних выпуска касаемо лета. Это будут летние покупки, уже первые покупки на осень. И с вами мы на этом закончим, потому что уже нужно готовиться к более холодной паре. Я знаю, что все уже давно смотрят тренды на осень, но у меня еще пока летнее настроение. И по традиции в сентябре у нас продолжается бабье лето, поэтому я надеюсь, что теплые вещи мы еще с вами поносим как минимум полтора месяца. Поэтому давайте сразу не будем долго так затягивать и приступим к покупкам. Первое, с чего мне хочется начать, это с вот такого легкого голубого пятна на моем фоне, потому что в последнее время мне что-то очень сильно нравится добавлять, скажем так, какие-то небольшие вкрапления этого цвета в общий образ. И первая это рубашка фирмы New Look, она из мужского отдела на сайте Asos. У нее такой прекрасный нежно-голубой оттенок, который очень хорошо разбавит любые такие осенние луки. Когда вы раннюю осенью еще любите светлые оттенки, она очень классно смотрится, именно как второй слой. Но при этом еще будет очень хорошо оживлять любые светлые образы. Я их планирую носить с джинсами, со светлыми брюками, со стрелками. Очень мне нравится сочетание именно голубого и рыжего оттенка. Очень классно это все смотрится. По такому, хотел сказать, по летнему свежо, но на самом деле это действительно освежающий цвет. И если мы говорим о скучной, спокойной базе, то вот голубой это такой же фактически классический цвет, который очень хорошо смотрится. Ну и как всегда в мужском отделе рубашки очень классные. И по крою это модель Slim, она с таким заужением на спинке. Я ее брала в размере M, тоже уже традиционно, для того, чтобы она была немножко оверсайз. Такого же прекрасного оттенка. Здесь у меня появилась еще юбочка на запах. Она длины миди. Юбка нашего локального бренда российского, с которым я хочу вас познакомить, это бренд Tumane. Девочки специализируются именно на юбках длины миди и макси. И это тот самый формат, который идеально вписывается в мой стиль. Я люблю все очень лаконичное и простое. И здесь как раз идет акцент на цвет. И мне понравился вот этот приглушенный синий. Опять-таки он будет отлично смотреться со всеми светлыми образами. Конечно, такая юбка, она требует еще дополнительной стилизации. Например, мне хочется ее поддержать не классическими, скажем так, лодочками или открытыми сандалями с тонкими перемычками. Мне хочется всегда длину миди чем-то разбавить более маскулинным, более таким гранжевым, возможно. То есть я их хотела бы носить, продолжать с шлепками, которые я вам показывала, шлепки Сабо от Massimo Rene. Они как раз-таки создают тот баланс, когда вы там женственность разбавляете вот такой грубой подошвой. Либо просто какими-то более, скажем, плоским ходом. С плоским ходом она тоже будет шикарно смотреться. И мне нравится, что это вискоза. Единственный момент, что ткань достаточно легкая. И она, естественно, как и лен, и как любые натуральные материалы, достаточно легко мнется. Но все зависит от вашего отношения к мятости вещей. Потому что для меня это благородство натуральных тканей. И меня никогда не смущает, когда появляются какие-то складки от того, что вы посидели где-то, присели на лавочке. И у вас там вот эти вот анатомические складки пошли по телу. В общем, отличная юбочка. Есть она еще по длине макси, но мне больше подходит длина миди. Поехали дальше. Сегодня вещей будет не очень много, но среди них будут какие-то очень интересные модели. Например, как эти шорты классические, черные. Они сделаны из клопка достаточно плотной ткани. И из лета, как раз-таки на раннюю осень, они у меня обязательно перетекут. Здесь очень классная форма. Это модель такая, которая напоминает шорт и юбку. И она так сильно стронит ножки за счет того, что у вас очень большой объем наверху. И, соответственно, визуально ноги кажутся еще худее. И такая модель очень классно всегда смотрится с любыми оверсайз вещами наверху, либо с какой-то такой же грубой обувью. И я почти уверена, что буду очень классно миксовать их даже с вязаными жилетами. И на раннюю осень, если вы надеваете поверх какой-нибудь тренч или более такую легкую, но при этом удлиненную модель верхнего слоя, то они будут смотреться всегда гармонично. И на такая модель шортиков она, в принципе, может заменить классическую привычную юбку. И это действительно очень удобно. Также я хочу вам показать брючки, которые пришли ко мне совсем недавно. Они в составе имеют большую часть вискозы, еще чуть-чуть добавлена синтетика. Но они классные, струящиеся и такие по фигуре широкие, как я, в принципе, и хотела. И, соответственно, так как они пришли ко мне недавно, я еще не успела их привести в должный вид. Мне нужно их обрезать. Но в любом случае, такой расслабленный силуэт, это то, чего я давно искала от светлых широких брюк. Ну и вместе с этими потрясающими брюками ко мне пришел такой укороченный вариант кардигана. Очень нежный, очень мягкий, приятный к телу. Очень красивый фисташковый оттенок. Такой прям пастельный, что-то мне в последнее время потянуло на эту пастель. Но мне кажется, что ранее осенью как раз эта модель будет отлично носиться тоже в светлых образах. Ну и в дальнейшем я надеюсь, что она станет такой базой под верхние слои. И ее можно будет уже миксовать с чем-то более теплым на более холодный период времени, например, зимой. Ну и, конечно, оттенок кардигана меня просто влюбил. Я до сих пор не могу нарадоваться на него. Еще одна покупка с распродажей юбка бренда Uniqlo. И она тоже в длине миди. Это одна из моих любимых, скажем так, длин. Очень классная прямая юбка, выполненная из очень плотного хлопка. Но при этом это такой трикотаж. То есть это более спортивный стиль. Сзади имеется резинка, а впереди у нее спрятана кулиска, которую вы можете, в общем, затянуть на талии, если это вам нужно. Я брала юбку в размере XS. И это моя любимая вообще модель юбки для того, чтобы вообще не думать о том, что одеть, если вам нужно срочно выбежать. Это юбка и такого же молочного оттенка Longosleeve. Опять же, из, например, того же Uniqlo. И это будет очень красивый, такой нежный, классный образ, несмотря на его всю простоту и лаконичность. Наверное, по этой причине я очень люблю этот бренд, потому что вы всегда выглядите стильно, но при этом у вас нет какой-то сверхновороченности, которая бы утяжеляла образ. Еще один казус, который я вам хочу показать. И вот до сих пор еще вещь с биркой, потому что я не знаю, оставлять ее или нет. Вообще, это бренд French Connection, который представлен на Asos. И вообще, это такая категория одежды, которая стоит достаточно много. Но на скидках, естественно, можно уловить хорошее предложение. Я брала этот свитер на осень. У него такой интересный беобразный вырез и легкий свободный воротничок, который лежит очень красиво на спинке. И цвет у него такой достаточно базовый, классический, подойдет абсолютно подо все. Опять-таки, случилась та история, которая со мной почему-то происходит уже, по-моему, третий раз за последние несколько месяцев. Это неверно указанная информация о составе на самом сайте Asos. Я еще удивилась, что такая шикарная вещь из стопроцентной шерсти, из такой классный крой. Я, кстати, брала в размере S, потому что увидела, что на модели она достаточно свободная. Но вот когда пришел ко мне этот свитерок, я сразу заглянула на бирку, и оказалось, что никакого стопроцентного состава из шерсти тут, естественно, нету. И более того, здесь 52, целых процента полиамида. Ну, и все остальное шерсть. 48% шерсти – это тоже неплохо. И у меня даже не вопрос по поводу того, почему вдруг появляется такая информация, да, на сайте. Это уж ладно, можно простить. Тут я не знаю, стоит ли оставлять этот свитер, потому что он очень сильно колется. Причем шерсть бывает абсолютно разная. Бывает, когда у вас стопроцентная шерсть вообще не колется, то есть все зависит еще и от структуры самого материала. Но вот данный свитерок достаточно чувствителен, скажем так, к телу, поэтому у меня еще остается вопрос к нему. Но мне очень нравится модель, мне очень нравится расцветка, поэтому, возможно, я подумаю еще о том, чтобы его все-таки оставить, потому что действительно модель удачная. Главное, перетекаем к покупкам, которые еще даже не раскрыты. Заглянула я в H&M, когда снимала шоппинг-влог, и не обошлось без покупок. Вот она вся голая правда о том, как мы ходим сейчас по магазинам. Все у нас еще так и продолжается в этом режиме. Покупка – это тот самый белый жилет, который я изначально заприметила на сайте, но даже не успела его купить. Его все очень быстро расхватали из новинок. Как вы знаете, сейчас у нас тренд на жилеты только набирает вообще такую прям космическую скорость, и скоро жилеты будут абсолютно везде. Мы к ним возвращаемся, только носим их немножко по-другому, нежели раньше. То есть, скажем так, в 2000-х у нас были жилетки в облипочку, которые надевались на такие же худенькие тоненькие рубашечки, и все было так очень сжато, в них было сложно поднять руки. Сейчас мы опять идем на увеличение объема, и мне очень нравятся вот эти широкие прорези для рук. Мне нравится, что здесь у H&M выполнен такой же V-образный вырез сзади на спинке, и классные разрезы идут внизу. Здорово, что эту вещь можно носить и как, скажем, в самый базовый нижний слой, так и делать наслоение уже поверх каких-то, например, топов. Если вы не хотите, чтобы у вас был такой виден разрез большой, вы выбираете любой абсолютно топ, который перекрывает голое тело, и тогда вы свободно его носите вместе с комплектом, например, с классными белыми светлыми брюками. Либо уже одеваете поверх рубашек, таких же, возможно, классных, больших, широких рубашек оверсайз, и при этом это все очень будет гармонично смотреться. Я хочу сказать, что мне очень нравится состав. Здесь большая часть это хлопок, естественно, все остальное добавлено синтетикой, но это вещь скорее на такую раннюю осень, она не будет греть, но зато с ней можно очень классно играть в луках. И такой же жилет есть еще и в черном цвете, если вам нужна такая база, скажем, на работу. Очень классная вещь, советую к покупке обязательно найдите ее. И второе, что я купила, это совсем недорогая футболка, очень классного оттенка, мне она очень понравилась. Дивайдед, по-моему, да? Да, это коллекция Дивайдед, то есть это такие натуральные, классные хлопковые вещи, она прям оверсайз, и вот то, что мне нравится в последнее время, это достаточно удлиненная линия рукава на футболке, она очень объемная, я ее брала в размере М, и она очень классно сочетается тоже с любым светлым низом. Ее не обязательно наносить в спортивной стилистике, ну, это прям базовая база, если так можно сказать, и ее стоимость вообще составляет 700 рублей. Найду на них ссылки, обязательно оставлю. Сейчас мне хочется перейти к украшениям. Когда я выставляла сторис, очень много было вопросов именно по поводу украшений, поэтому я их в обязательном порядке ежемесячно включаю в свои влоги. В общем, тренд на кафе не обошел меня стороной. Я тоже очень хотела себе какой-то аккуратный, минималистичный каф, который бы сочетался с, скажем, моими украшениями тоже в достаточно минималистическом стиле, и при этом который бы носился очень аккуратно ушки и не снимался бы так легко. И я вам хочу показать сегодня сразу два кафа. Один из них, это такой совсем малюсенький, на верхнюю часть ушка надевается. Его стоимость всего 690 рублей, и выполнен он из серебра. Очень классно он смотрится, имеет два ряда из фианитов. Еще один каф, который я приобрела, его стоимость вообще составляет 390 рублей. Он уже идет на нижнюю часть ушка и смотрится очень классно и лаконично. И мне нравятся эти серебряные украшения носить, скажем, в большом количестве, сочетая их с целым цветом из серебряных колец. Я не знаю почему, но именно серебро мне хочется надевать такое достаточно массивное, в большом количестве, чтобы на нескольких фалангах пальцев были украшения. Мне сейчас это очень-очень импонирует. Следующее, что я вам хочу показать, это печатка, над приобретением которой я думала, вот честно, 3 месяца. Я думала, насколько часто я ее буду носить. Она достаточно выглядит активно, агрессивно, скажем так, и насколько он впишется в мой спокойный такой стиль. И, вы знаете, так получилось, что когда я приобрела, в общем, эту печатку, я, по-моему, с ней больше не расстаюсь. Это при том, что я вообще в целом люблю больше золота носить, именно золотые украшения, нежели серебро. Но последние недели 3 я серебро вообще не снимаю. Также очень классные, не совсем обычный для меня выбор, это вот такие вот серьги с вставками из цветного стекла. Выглядят они очень свежо, как раз за счет того, что это все-таки серебро, и внутри у них вот эти разные камушки. Они очень классно будут сочетаться с любыми базовыми оттенками из гардероба. Очень свежо, необычно, не избито смотрится. В общем, они меня покорили, несмотря на то, что обычно я вот такие броски, украшения не выбираю. И следующее, что тоже очень хочу вам показать, тоже необычный для меня выбор, но я люблю такие необычные именно украшения. Не стандартные, не классические, как мы раньше выбирали или выбирали наши бабушки, дарили каждой девочке, наверное, на 16-18 лет золото. Сейчас мне тоже захотелось поддержать тренд на, скажем, на кольца с полудрагоценными камнями. Они появляются вообще во всех коллекциях, мне кажется, и не только масс-маркета, но и люкса. Ну вот тут важный момент, что мне хотелось всегда именно в серебре. Очень важен для меня факт качества, потому что, например, половину из своих украшений я брала в отпуск и носила их там, чтобы тоже освежить образы. Но при этом, если вы берете бижутерию, велика вероятность того, что на солнце ваша бижутерия просто почернеет, потемнеет, и смысл таких вложений я не вижу. Поэтому я всегда стараюсь по возможности выбирать все-таки именно серебро. И вот эти вот колечки от Sunlight, они прям мне пришлись по душе. Очень важный момент, их практически нигде не было в магазинах, поэтому не бойтесь пользоваться приложением. Там вы можете заказать и нужный вам размер, и выбрать цвет, и вам все это доставят обязательно в магазин. Собственно, с этими кольцами я так и сделала, потому что мне нужно было их приобрести с сетом. Это камушек алпанит, снизу добавлена ракушка, и смотрится оно очень красиво. Я хотела песочно-зеленые, оливковые такие оттенки, чтобы носить их как по отдельности, так и собственно вместе. Мне очень нравится, как смотрятся именно камни. Есть, кстати, такие же серьги, но я посчитала, что для меня это перебор, да и серьги с камнями я вряд ли буду носить. А вот такие массивные, классные кольца, это прям мое. И очень понравилось, что вот эти вот кольца, скажем, в отличие от тех сережек, которые я вам показала, они именно в, хоть и в серебре, но это по золоту сверху. И мне нравится именно сочетание такого золота с этими камнями. Такие вещи, они способны сделать ваш образ даже дороже. Правильное наличие аксессуаров, это всегда завершающий штрих в любом образе. Ну и тут важный момент, что коллекция ваших украшений должна быть достаточно обширна, чтобы вы могли маневрировать, собственно, образы и даже их менять в зависимости от вашего настроения. И последнюю коробочку я очень долго терпела специально для этого видео, чтобы распаковать ее с вами вместе. Это была очень долгожданная покупка. Более того, я ее искала, наверное, вообще в приложении очень долго. И даже когда она пришла ко мне в магазин, и мне выносили, собственно, девочке украшения, у нас прям собралась толпа. И просто некоторые даже не видели, что в Sunlight есть настолько классное украшение. В общем, я сейчас вам покажу. В общем, это просто, это была моя, ну не то чтобы прям мечта, но я очень люблю массивные золотые украшения в итальянском стиле. И проблема часто лично у меня это подобрать браслет, потому что все браслеты мне велики. И вообще я заметила, что в итальянской коллекции, вот именно итальянская коллекция серебра и золота Sunlight, у них, итальянцы, в общем, любят очень большие размеры. Там 20-21, лучше покупать всегда своего размера. Но даже 18-й и 19-й среди вот этой итальянской коллекции найти достаточно сложно. А вот этот браслет, он был в 17-м размере. Он сел на меня как вообще плитой. И сейчас я сниму часы. И это вот такие два, наверное, льва. И он действительно маленький, достаточно легкий на руке. Я очень люблю тематику с животными, насекомыми, именно в золоте. Мне кажется, это безумно красиво. И я очень рада, что у меня этот браслет появился. Что самое важное, при покупке вот таких вот вещей, вы можете быть уверены, что у вас они проносятся действительно очень долго. Потому что есть все-таки смысл вкладывать, скажем, инвестировать в украшения. Потому что у нас, во-первых, мода цикличная. И все, что вы приобретали, там, скажем, 2-3 года назад, это все обязательно вернется, либо будет популярно всегда. Ну и второй момент, что вы, когда покупаете там бижутерию, я не знаю, как у вас, но у меня она все равно очень сильно царапается, изнашивается. Если вы, не дай бог, куда-то на моря поехали вместе с ней, она обязательно потемнеет, окислится, очень часто оставляет следы. Поэтому, ну, наверное, я все-таки чаще всего призываю, если вам вещи какие-то безумно нравятся, и вы хотите, чтобы они остались с вами на века, все-таки вложиться хотя бы в одну единственную вещь, но хорошего качества. И она тогда прослужит вам очень долго. И вы не будете знать проблем. У вас будет красивая коллекция, скажем, украшений. Опять-таки, это уже все, это опять-таки все приходит, наверное, с опытом, потому что у меня был период времени, когда я просто брала количество и покупала очень много-много-много сережек, и все они сразу портились, либо у меня портились уши от них. Мне кажется, что через этот период девочки тоже все проходят, у всех это все было. И последнее, наверное, сегодня, что я вам хочу показать, это будет одна сумка и две обуви. И первое, что я вам хочу показать и даже спросить, это сумка бренда Andaza Stories, которую я тоже очень хотела, но вдруг у вас такая есть, или вы с ней сталкивались? У меня тогда к вам вопрос. В общем, это очень простая лаконичная сумка Messenger с очень красивым ремнем из натуральной кожи. Как вы видите, я еще ничего не убрала, никакую защиту, ничего. Меня интересует вопрос, скажем, натуральности этой кожи. Указано, что это натуральная кожа в составе, но с внутренней стороны есть уже какие-то небольшие повреждения. И, судя по этим повреждениям, есть у меня ощущение, что, в общем, это какая-то прессованная кожа, а значит, она очень быстро потрется со временем. И, возможно, вы знаете эту продукцию. Сейчас у них несколько вариаций сумок, вот именно таких, потому что я ее очень долго ждала, и сейчас не хотела бы просто так с ней расставаться. Но, опять-таки, если окажется, что это прессованная кожа, то, наверное, ее оставлять не стоит, потому что она очень долго не прослужит вам. Ну, а так, мне очень нравится ее формат. Она... Так, микрофон, наверное, я закрыла. Она очень простая, но при этом она будет выполнять самую главную базовую функцию. Функцию сумки на каждый день, которая подойдет абсолютно ко всему. Ну, ее можно носить не только через плечо, а делать ремешок намного меньше и носить ее как сумку-багет. Что еще про нее можно сказать? Здесь несколько отделений внутри. Три, если говорить точно. Есть дополнительная магнитная застежка. Сумка имеет объем дополнительный. В общем, ну, в принципе, буду еще выяснять, в общем, по поводу качества сумки, потому что тоже не хотелось бы... Речь достаточно дорогая. Поэтому мне хочется просто вкладывать в то, что прослужит вам буквально пару месяцев. И сейчас то же самое недовольство от того же самого бренда. Тоже на Данасторис. Собственно, туфли, о которых я уже, по-моему, во влогах говорила не раз. Это те туфли, за которыми я гонялась целый год. Они меня вдохновляли. Но, честно говоря, впервые в жизни мне пришла не в брендовой коробке Данасторис, а вот в такой вот, вообще абсолютно неказистой. И туфли пришли с упрежденной кожей на пятке. Те самые туфли, которые я хотела больше всего. Они такого классного, благородного коричневого оттенка с каким-то таким вкраплением винного. Очень красивый цвет. И тут, что мне нравится, устойчивый каблук. И действительно форма, которая... Не надо мне говорить о том, что, ой, это бабушкины туфли. Это очень классная форма, которая мне безумно нравится. Она под все мои костюмы классные. Она подходит вообще идеально. И самое главное, что тут самый классный для меня цвет. Это темно-коричневый, который, я считаю, даже иногда более благородным, чем черный. Может тоже оживить очень хорошо образ. Здесь везде натуральная кожа, и внутри, и снаружи. Ну вот, потертый абсолютно каблук со снятой кожей. Я так полагаю, что вот эти туфли, они уже проездили везде. И они были возвращены уже не раз. Поэтому, возможно, у них уже повредилась коробка. И вот сейчас они дошли до меня. И они от меня снова уйдут. Вот эти туфли с ободренным каблуком. Их просто точно оставлять не стоит. Последняя покупка. Это вот прям пришла мне сегодня, буквально только что. И это купленные босоножки на распродаже Zara, буквально последние дни. Тоже за счет цвета и тонкости их ремешков. Очень давно хотела эти туфли. Не поверите, у меня это первая пара с тонкими ремешками на устойчивом каблучке туфельки. Поэтому, даже если я их не успею сейчас достаточно долго подносить, я уверена, что они найдут применение, скажем, следующим летом. Потому что достаточно классическая модель, которой тоже тяжело что-то очень сильно изменить. Она не имеет такой прям прямой квадратный нос. И поэтому я думаю, что на нее время не очень сильно повлияет. На этом сегодня все. Я наконец-то заканчиваю. Мы увидимся с вами совсем скоро. Я на этой неделе планирую уже доснимать видео про капсульный гардероб для отпуска. Или про те вещи, которые я покупала для отпуска. Там будут и купальники, и разные спортивные вещи. Поэтому я с вами прощаюсь ненадолго. До скорых встреч. Всем пока, ваши дамы. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...